Мы продолжаем рассказывать вам про новости индустрии. Вчера многих ошарашила новость, касающаяся Трил Пила. Сперва появились весьма пугающие видео, а потом и сообщения от приближенных к Тимуру людей. Оказывается, музыкант сейчас не в самом лучшем состоянии, и пока что не ясно, когда он сможет вернуться в игру. О том, что происходит с рэпером и что говорят его близкие, мы сегодня и расскажем. Также поговорим о Шайне, который, возможно, стал стороной необычного для нашей индустрии конфликта. Похоже, он бифится с американской звездой, фрешменом Ту Холлесом, и делает это весьма интересно, что мы сегодня и обсудим. Ну и поговорим про другие, не менее важные новости индустрии. Что ж, давайте приступать. Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.Ref – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. И самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 40%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Ну а мы начинаем. Поехали! Вчера днем в телеграм-канале Трилпила появился пост, созданный от имени СКБ, экс-участника объединения Закат 99.1 и действующего участника объединения Десептиконы. Музыкант сообщил, что Трилпил переживает тяжелый жизненный этап, и в настоящее время его госпитализировали в специализированную клинику после нервного срыва. Вот пост целиком. Цитата. Салют всем. Это Артур СКБ. К сожалению, я к вам не с самыми хорошими новостями. В настоящее время Тимур переживает тяжелый жизненный этап. Недавно у него случился нервный срыв, вызванный длительным стрессом и тревожностью. Его госпитализировали в специализированную клинику для получения необходимой помощи. Надеюсь, что ему как можно скорее удастся справиться с ментальными трудностями. Буду держать вас в курсе развития событий. Ранее в этот день в телеграм-канале Артиста появились видео, на которых Трилпил сидит за решеткой, в обстановке, напоминающей медицинский кабинет. Постом ранее Артист сообщал об отмене своего клап-шоу в Москве. Пока непонятно, что именно стало причиной госпитализации музыканта. Думаем, он сам расскажет об этом чуть позже, как только сможет добраться до социальных сетей. Что ж, будем следить за развитием событий. У Шайни новый биф, но на этот раз не с кем-то из российской рэп-игры, а с молодой американской звездой, Ту Холлес. Дело в том, что не так давно у Шайни вышел тизер будущего проекта, который выглядит вот так. В комментариях сразу же нашлись люди, которые сравнили этот трек с творчеством Ту Холлеса, как бы подмечая, что Шайни вдохновился его музыкой. А она звучит примерно так. И именно на тизер Шайни весьма грубо отреагировал Ту Холлес. Во-первых, он написал, что ему тизер не понравился. А во-вторых, назвал Шайни богатым русским ребенком, который почему-то думает, что он рэпер. Чуть позже и в самом ТГ-канале Шайни появились вот такие посты. На первом он повторяет слова Ту Холлеса, на втором, показывает скриншот переписки с ним, где тот пишет типичный русский Васька и спрашивает, что это значит. В общем, вот такой вот биф. Насколько он серьезен, не ясно. Может быть, это просто добрые подколы. Напомним, что Шайни сейчас в Таиланде, где посетил Роллинг Лауд и не упустил возможности затроллить Уджибудо, сняв на видео концерт Йита и написав, цитата, Гриша не делает на сцене. Слава Мерло переписал на маму квартиру в Москве. Такой подарок он сделал ей на день матери. Стоимость квартиры, пишет Мэш, составляет 100 миллионов рублей. Артист купил недвижимость, расположенную рядом с патриаршей резиденцией в чистом переулке в Хамовниках осенью 23 года. В ней он не раз устраивал вечеринки с песнями, плясками и писал треки, пишет Мэш. Этим были недовольны соседи, которые в итоге стали штурмовать приемную местной полиции и подавать заявления. В этом году Слава Мерло выпустил несколько синглов, а также сообщил о планах по запуску своего музыкального медиа. Экранизирован еще один трек с недавнего альбома Нинтендо Крестный Папа, Пуси Гэнг. Как и ранее в вышедшем клипе Тост за ребят, лирический герой артиста появляется в кадре в белой балаклаве. Такое отстранение. Я понял, что всегда, когда не видно лица, легче доставать из себя что-то. Делился Василий Вакуленко. Подписанты Газа, О'Джимин Эй и Лил Кавказ выпустили клип на трек из августовского альбома Кираз Вижн, снятый на фоне пейзажей современной Риги. Нам хотелось дополнить наш Кираз Вижн звучок визуалом Кираз Сити Вайба. Клип снят в эстетике стрит-стайла, потому что она максимально нам подходит, сообщил О'Джимин Эй. Кираз – сненговое слово, обозначающее Ригу. У Платины есть невыпущенный трек Кираз Сити. И О'Джимин Эй и Лил Кавказ родились в столице Латвии, но упоминаний Кавказа на альбоме в разы больше. О'Джимин Эй также рассказал, что до конца года у него и у Лил Кавказа выйдет трек на мини-альбоме Кристины Си. Плюс каждый из них выпустит по сольному треку. Скажем пару слов про западные новости. Джек Харлоу выпустил клип «Hello, Miss Johnson». Этот сингл, где Джек читает рэп потенциальной тещи под Босанову. Его первый релиз в 2024 году. Рэпер, казалось, сейчас больше времени уделяет кино. В прошлом году сыграл в ремейке фильма «Белые не умеют прыгать», а в этом году появился в эпизидической роли в криминальной комедии Дага Лаймана, «Зачинщики» с Мэттом Дэймоном и Кейси Аффлеком в главных ролях. Клип на «Hello, Miss Johnson» стилизован под запись, сделанную на камеру домофона и установленную в доме, где живут родители его девушки. Рэпер пачками несет подарки крыльцу, чтобы удивить свою возлюбленную, а также ее маму, но что-то постоянно идет не так. А еще домофон записывает кучу каких-то курьезных или просто странных эпизодов из жизни богатого района и его резидентов. Режиссером клипа стала Юлия Шадрински, которая ранее сотрудничала с брендами уровня Марк Джейкобс и Александр Вэнг, а также сняла для Кати Кищук клип интро. В 2023 году Джек Харлоу выпустил альбом «Jackman». На текущий момент это его последний лонгплей. На сегодня у нас все. Какая новость впечатлила вас больше всего? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!